На портал Экзекет поступил вопрос, чего больше всего нужно бояться в жизни? Больше всего нужно бояться в жизни греха, который тебя уничтожит еще в этой жизни. Ну а потом там, естественно, как нам говорит Священное Писание, тебя ожидает ад. То есть как раз то место, где есть грех, но нет Бога. Так вот, сейчас люди боятся войны, это, конечно, страшно, боятся экономических кризисов, это страшно, боятся потерять работу, там еще что-то, каких-то катаклизмов таких, но люди не боятся, что от греха наша личная жизнь или общественная жизнь, государство, национальное, как хотите, общая мировая станет страшной, похожей на ад. Вот я как священник постоянно общаюсь с людьми, и мне люди рассказывают, к чему приводит бессовестность у чиновников, у коллег по работе, у родственников. Когда бессовестность, люди поступают не по правде, и тебя уничтожают не какие-то там враги из-за кордона, тебя уничтожают иногда собственные родственники. Или те люди, которые по идее тебя должны защищать, ну у них так в их уставной деятельности написано, они тебя не защищают, а наоборот уничтожают. И происходит это, потому что они грешники, не то, что у них где-то прописано, не то, что это какая-то изначально, ну скажем, банда, мафия, нет, наоборот даже. У них статус вполне хороший, в социальном, в другим планах, но они бессовестные. Они грешники, которые в грехах не каются. И вот если этот грех возрастает, наша жизнь потихоньку катится к аду. И здесь не надо никаких революций, никаких войн, никаких цунами, катаклизмов. Вот были такие фантасты, еще в советский период, братья Стругацкие. Люди, как мне кажется, совсем воцерковленные, не знаю, как у них было в последних моментах жизни отношение с Богом и с церковью. Ну так они, особенно если они это не позиционировали, как люди воцерковленные. Но люди такие, пытающиеся думать, страдать, переживать. Вот они сказали то, что написано на самом деле в Евангелии. Человечество погибнет не от ядерных катастроф. Человечество погибнет от греха. Ну они там ни слова греха не грех, а там разврат вот такой применили. Вот даже люди, просто смотрящие на жизнь с желанием понять, и то это чувствуют. Тем более, что у нас есть Священное Писание, которое об этом нам говорит. Потому что Священное Писание говорит, чтобы мы не столько боялись всяких войн, и это чуть-чуть не подобное, сколько боялись всего греха. Потому что и воины есть следствие греха на самом деле. И социальный катаклизм – это следствие греха. И повторяю, может быть, того другого не быть, а быть вполне ровной в течение жизни, и эта жизнь станет для человека невыносимой. В принципе, это мы будем идти на личном плане. Когда мы с вами живем, с грехом не боремся, и постепенно, при полном благополучии, материальном, социальном, даже при, когда у человека слава такая, общемировая даже может быть, человеку становится нечем жить, он становится страшно жить. И он спасает только таблетки, или другой лучший вариант – наркотики. Что мы знаем по нашим, этим великим звездам, которые, или это как по воспоминанию, таблетки кратали пригоршинами, как и Мирин Монро, или умирали от эпидрозировки наркотиков, как многие там шоумены, от чего денег много, слава много, а жить нечем. Чтобы нас грех не убил, не убил нашу душу. А потом, конечно, болезнь начинается, естественно, на фоне этого стресса. Вот мы должны бояться греха, бояться идти по пути греха, бояться, особенно церковлённых, почувствовать, что покаяние уходит из нашей жизни. Если оно уходит, значит, мы греха больше не боимся, мы ему не чувствуем, мы ему отдаёмся. А дальше происходит вот то, что мне специалисты-наркологи говорили. Спившийся человек не понимает, что он спился. Он уже проходит какую-то красную границу, сознание настолько искривляется, что он пьёт каждый день, у него всё в жизни развалилось, кроме водки ничего не осталось, он не понимает, что он спился. Да, даже был один знакомый нарколог, который пил каждый день, и говорил, а я не алкоголик, будучи сам врачом-наркологом. Вот это свойство греха. Вот чтобы вот этого не было, чтобы мы сами добровольно не пошли, управлять нашу жизнь здесь в адские муки, а потом их наследовали жизнью вечной, вот мы должны бояться греха. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!